Что такое благочестие? Благочестие — это добрые дела. Что такое добрые дела? Это когда я делаю то, что Богу нравится. И могу делать это по отношению к людям, могу это делать по отношению к природе, допустим, по отношению к тому же служению Богу. То есть всё это называется благочестие. Вот я, допустим, семью сохраняю — это благочестие. Благочестие — это всегда аскеза. Вот всегда, когда мы что-то для себя делаем, это мы теряем благочестие. Когда для других делаем в узком смысле слова или в широком, тогда мы увеличиваем благочестие. Вот, допустим, живу для детей, а не для себя, больше благочестия. А если я не только для своих, а ещё для чужих детей живу, ещё больше благочестия. А если я, как бы, живу для Бога, ещё больше благочестия. Ну, то есть я отдаю себя. И когда человек отдаёт, отдаёт себя в жизни, делает много добрых дел, которые приносят счастье людям, у него копится внутри благочестие не только в следующей жизни, а также в этой. Как это копится? Ну, давайте просто я приведу пример чисто практический. Ну, чтобы было понятно. Я сейчас теорию рассказываю. Вот Олег Геннадьевич вообще что-то философствует. Вот. Смотрите, всё очень просто. Вот, допустим, ты кого-то обманул. Вот как это внутри работает? Вот я когда кого-то обманул, ну, человек же не может себя считать обманщиком. Вернее, если он себя считает обманщиком, тогда всё нормально. Вот он, допустим, кого-то обманул и говорит, шакал, я паршивый, всё ворую и ворую. Вот. Ну, он себя считает обманщиком, допустим. Супер. Всё, проблем никаких нет. То есть человек исправится, потому что совесть сработала. Теперь второй вариант. Он кого-то обманул и говорит, да не обманывай, а все так живут. Всё нормально? Чего, какой обман? Всё. Это значит, что он теперь не сможет видеть обмана. Ну, то есть он, его восприятие мира, оно слилось с обманом. Понимаете, если говорить на тонком психическом плане, то этот человек зашёл в эту сферу, где живёт обман. И он уже не может видеть правду. Видеть правду может тот, кто живёт в серии правды. А тот, кто живёт в серии обмана, будет видеть обман. И его точно так же обманят. Обманут в результате, потому что он не будет видеть то, что он сам умеет. Ну, так это работает чисто, ну, с такой технической точки зрения. Вот как это технически всё работает. А если говорить более широко, то, как бы, Олег Геннадьевич, вы странный человек, в этом современном мире без обмана не проживёшь. Я с этим согласен. А как же тогда быть честным, видеть истину? Тоже правда.